добрый день дорогие друзья с вами капля и мы возвращаемся после достаточно большого перерыва к теме отцовства и также мы продолжаем разговаривать о моральном авторитете отца как вы помните я надеюсь вы помните если нет вам стоит вернуться к последней капли посвященной теме отцовства мы говорили о моральном авторитете отца и сегодня я хотел бы поговорить вот о чем отец это не просто мужчина в семье который задает некий тон показывает какие-то примеры воспитывает мотивирует наказывает и так далее речь идет о том что нормальный хороший отец должен быть путеводным маяком не только для своих детей но и для своей жены если мы с вами говорим о традиционной семье где мужчина является главой то именно мы как отцы направляем жизнь нашей семьи в определенное русло мы не просто показываем в каком направлении двигаться мы движемся в этом направлении и увлекаем за собой наших домочадцев поэтому для каждого мужчины невероятно важно понимать и знать собственное призвание знать для чего мы живем для чем пришли в этот мир какие виды на нас имеет бог и очень важно для нас не просто знаете найти призвание но быть твердо уверенными в этом призвании и последовательно двигаться очень важно потратить какое-то время на поиск этого призвания в противном случае может получиться очень негативная вещь если мы с вами какое-то время двигаемся в определенном направлении а потом когда приходит кризис среднего возраста какие-то разочарования и прочие вещи и мы останавливаемся и меняем вектор нашей жизни это очень негативно сказывается на наших детях они начинают либо недоумевать либо понимают что ценность жизненного призвания и такая уж и большая сегодня я хотел бы дать один очень простой принцип наша задача не просто найти призвание но войти в то что делает сегодня бог и очень важный тезис бог сегодня двигается бог сегодня действует он не завершил свой труд он не завершил формирование наших характеров он не завершил формирование мира он продолжает бороться за судьбу людей и очень важно понять что бог он движется он движется в том контексте который сегодня есть вокруг нас и он движется через свое тело то есть через церковь то есть через людей таких как мы с вами бог нуждается в том чтобы мы вошли в его цели в его план нашли свое место там и в этом продолжали двигаться до конца нашей жизни и так мы как отцы ответственны чтобы нам найти свое место в божьем плане и двигаться в этом никогда не сворачивая и не уклоняясь